На грани столкновения Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии. Масштабная военная кампания может начаться в любую минуту. Дмитрий Анопченко сейчас в Соединенных Штатах и он выяснил все подробности. Почему Штаты тянут с началом военной операции, понятно. Им нужно было время, чтобы передислоцировать военную технику. Два ракетных корабля уже на позициях. А сегодня с базы Норфолк в Вирджинии в Средиземное море выдвинулась ударная группа. Лучшее, что есть у ВМС. Авианосец Гарри Трумэн, ракетный крейсер Нормандия, пять ракетных эскадренных миноносцев. К ним присоединятся два эсминца, авиация и даже атомная подводная лодка «Флорида», которая несет на борту более 150 томогавков. Пентагон называет все это плановой ротацией. И это действительно правда. Трумэн каждый год в такое время уходит в рейс. Но в этот раз планы как раз совпали с событиями чрезвычайными. Голова государства близок к тому, чтобы дать финальную отмашку. Трамп отменил все поездки, остался в Вашингтоне, что само по себе очень серьезный знак. И прямой месседж России передал, по привычке, сделав это в соцсети. Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много. Хороших, новых и умных. Американская пресса сейчас выяснила, о чем это президент. Речь о крылатых ракетах «Тамагавк» новейшей модификации «Блок-4», которые могут менять прицел уже в ходе боевого задания. По сути, уже в полете. Запустить их и способны американские боевые корабли, находящиеся в восточной части Средиземного моря. Сами при этом находясь в безопасности, вне зоны атаки. И тут только одна угроза. Высокопоставленный военный времен Обамы признался газете «Лос-Анджелес Таймс». Соединенные Штаты опасаются гибели находящихся в Сирии граждан России. Поэтому в Пентагоне, возможно, пойдут на то, чтобы заранее предупредить Москву о месте удара. Это не даст военной операции превратиться в открытую войну. А до нее не так и далеко, утверждают экс-чиновники, разоткровенничавшиеся в разговоре с прессой. Если хоть кто-то из русских погибнет, то в качестве ответного удара на атаку США Москва может пойти на акт агрессии против американских военных самолетов и военных лагерей в этом регионе. И основания для таких опасений есть. В Госдуме уже заявили, Россия в случае угрозы ее военным может задействовать силы ПВО флота, зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Понятно, что такими словами без команды свыше не разбрасывают. Дональд Трамп уже и сам признал, отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас даже хуже, чем в период Холодной войны. И это значит, Кремль, не задумываясь, пойдет на обострение, если план президента в Сирии вдруг даст осечку. И последствия могут быть похуже второго Карибского кризиса. Поэтому до того, как отдать приказ о начале атаки, в Вашингтоне и раздумывают, как, начав сирийскую войну, случайно не превратить ее в третью мировую. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.